в прошлом видео мы построили бассейн с вышкой высотой почти 3 метра но глубина всего метр двадцать это очень мало для прыжков смогут ли профессиональные спортсмены показать свой уровень в таких условиях? я немного сложился, по-моему инстинкт самосохранения чтобы развеять все сомнения, мы решили провести здесь настоящий чемпионат по прыжкам в воду и возможно, что это будут последние соревнования для ребят где сегодня они прыгнули с головой? ну, в плане в этом сезоне, все ведь отменили из-за пандемии и мы должны показать, что нас ничто не остановит но это не точно это будут настоящие соревнования с удейством, с коэффициентами трудности прямо как на чемпионате мира с одной лишь небольшой разницей наверняка вы догадываетесь, о чем я а чтобы нашим прыгунам вообще не было скучно сегодня будут серьезные испытания а кто займет последнее место того в финале ждет страшное наказание в общем, это первые в мире подобные соревнования высота серьезная, всем по-настоящему страшно брат, не бойся, я с тобой да и непонятно, выдержит ли бассейн представляете, что будет, если он порвется? а учитывая, что олимпиаду в этом году отменили знаковое событие, друзья! что знаковое событие? отмена олимпиады или наше соревнование? наверное, то и другое поэтому устраивайтесь поудобнее и смотрите видео до конца каркасные бассейны не предназначены для прыжков в воду это может быть опасно для здоровья все трюки выполнены профессиональными спортсменами прошедшими специальную дополнительную подготовку не повторяйте самостоятельно, никогда! всем привет, меня зовут Вадим и сегодня у нас чемпионат мира по прыжкам в воду пластом пандемия внесла свои коррективы отменили чемпионат России по прыжкам в воду Олимпийские игры но, ребята, не расстраивайтесь, я решил вам помочь всем привет! а прыгуны у нас сегодня топчик, без шуток мастера по классическим прыжкам в воду Дэн, призер чемпионата России участник чемпионата Европы за нашу сборную работает тренером Алексей, топовый вышечник призер первенства Европы прозвища в сборной Сталлоне Матвей, победитель и призер региональных и всероссийских соревнований увлекается экстримом Артем, призер первенства мира по прыжкам в воду настоящий романтик ну что, ребята, как вам вышка? бассейн? учитывая размер бассейна, я думал, вышка будет поменьше да, будет немного некомфортно глубина всего полтора метра, это тоже пугает я сегодня не прыгнул с головой и соревнования закончатся на больничке и тренеромпункте сегодня будут на самом деле соревнования по прыжкам в воду с теми же судейскими правилами, как вы привыкли, как на чемпионате мира но с одной небольшой разницей если в обычных прыжках в воду 10 баллов это прыжок абсолютно вертикальный без брызг то сегодня все наоборот это должен быть абсолютно горизонтальный прыжок с максимальным количеством брызг ну разберемся по ходу, погнали! итак, расклад такой есть список из 9 прыжков и парни разделились по ЦУ и ФА выбирают по очереди, что взять, повторяться нельзя в списке есть и классические, и довольно специфичные трюки последнему, конечно, сложнее всего сегодня это Алексей а проигравшему дополнительный жесткий болевой прыжок будет жарко! и если кто-то пропустил, то про оборудование от наших друзей компании Bestway мы подробно рассказывали в предыдущем видео обязательно посмотрите! там получилось настоящее приключение! ссылочку на видео я оставил в описании Матвей выбирай первым пожалуй, я выберу сегодня козлика Авербах окей, отличный выбор я не знаю, что тут творится, но мне, по-моему, очень страшно сейчас будет самый лучший, худший прыжок Матвей первым выбрал ласточку Авербах в нормальном исполнении прыжок выглядит так ну, а теперь нужно выполнить горизонтально брат, не бойся, я с тобой правда? правда можно прыгать? давай! ну что, погнали! вау, это было классно! смысл ласточки сделать ее прямым телом но Матвей чуть подсогнулся на входе за такое нужно снижать по правилам соревнований в прыжках в воду если один судья, то его оценка умножается на 3 а затем помножается на коэффициент сложности который берется из специальной таблицы таким образом Матвей набирает 40 с половиной баллов и пока что занимает первое место моя оценка 7 с половиной немножечко все-таки не дорастянулся когда был уголочек и на входе мы посмотрим, что дальше так, ну что, насчет оценки ну меня, в принципе, она устраивает сейчас посмотрим, как со мной прыгнет надеюсь, они проиграют мне я надеюсь, все будет хорошо Леха взял пол оборота назад с кистей вот так это выглядит в бассейне посмотрим, как Алексей с этим справится на пяточку буду попрыгать у Лехи получился довольно чистый прыжок но согласитесь, как-то было далеко от горизонтали а я напомню, глубина небольшая и нужно только пластом все-таки прыжок был достаточно далек от горизонтального поэтому оценка существенно снижена ну вот и мой черед падать ну я думаю, все будет отлично Дэн решил сделать сальто вперед не самый трудный трюк но что же будет в горизонтальном исполнении? новые ощущения дорвали, дорвали Денис смело начинает и немного перекручивает но ему однозначно полагается бонус за брызги судью окатило неслабо судью забрызгали мне кажется, это какое-то слишком большое уважение к суде здесь же все наоборот чуть-чуть все-таки перекрутил отошел опять от горизонтали но сама форма, сама линия была просто идеальная ну и количество брызг видите сами следующий честно, мне страшно и нет думаю, все будет окей Артем делает с кистей пол оборота вперед кстати, на таких прыжках нужно обязательно зафиксировать стойку выглядит вроде несложно, но справится ли он в экстремальных условиях? ой, не факт он как пистолет, как пистолет, мы на него направляем, понял? ну что тут сказать? стойку зафиксировать не получилось и это уже плохо да и сам прыжок тоже был не особенно горизонтальным но впереди еще один прыжок еще есть шанс избежать наказания к сожалению, не зафиксировал стойку это большая ошибка ну и опять же чуть-чуть вышел из горизонтали поэтому сорян пять с половиной перед вторым решающим прыжком места распределились следующим образом Матвей лидирует с небольшим отрывом и зарабатывает иммунитет к дополнительному испытанию и пока что совершенно непонятно, кому достанется болевое наказание и чтобы вам, ребята, жизнь с сахаром не казалась для вас есть еще одно испытание свимфинити! итак, Денису, как занявшему второе место, нужно проплыть всего одну минуту на свимфинити Артему две минуты и Лехе три минуты вообще-то мы не пловцы, а прыгуны поэтому подобное задание может отнять много сил и забегая вперед, похоже, так оно и случилось как вам такое испытание? не слишком жестко? вообще прикольно, что в таком небольшом бассейне оказывается можно и задание поплавать информацию о противотоке свимфинити от компании Bestway я оставлю в описании ну что, пришло время выбрать второй решающий прыжок и узнать в итоге, кто пойдет делать... ну, Матвей, ты первый выбираешь теперь парни в соответствии со своими местами выбирают из оставшихся прыжков кто станет победителем? скоро узнаем и, кстати, напоминаю, что если этот и следующие выпуски про наш каркасный бассейн наберут более миллиона просмотров то это приблизит нашу мечту со строительством своего глубокого прыжкового бассейна ваша поддержка очень нужна поэтому не забудь подписаться, нажать на колокольчик и досмотреть это видео до конца просто летишь и смотришь на воду а все, давайте выбирайте, мне холодно я не знаю, парни, реально да я тоже не знаю, что там ну давай сальто вербокчу в классическом исполнении выглядит довольно просто для профи но как это сделать пластом? даже для меня пока загадка можно? Матвей продемонстрировал просто чудеса смелости в стремлении к победе я в шоке от этого прыжка это же очень больно не знаю, может, если бы ноги совсем выпрямил, то поставил бы 10 ну а это был практически идеальный прыжок эталонный, учитесь! в смысле, никогда в жизни ничего подобного не повторяйте учитесь, это нам! ну что, кто следующий? что ли, нет, готов? да, ну я думаю, теперь будет попроще блин-то был комом, а прыжок постремнее Дэн выбрал красивый прыжок бланш назад но будет ли это так же красиво пластом? внимание! можно! согласитесь, в полете выглядело очень красиво эх, еще бы растянулся поровнее может, он испугался в последний момент? я до последнего надеялся, что Дэн сейчас прям растянется покажет абсолютно горизонтальное положение но немножечко ссыканул и, я не знаю, подстраховался ну скажу, это были инстинкты самосохранения я вроде пытался, но потом в последний момент думал, может, не заметят, а то заметили судейство объективное, здесь вот не придраться ощущение вообще пушка просто, страшно отбить ноги ласточка назад, очень зрелищный прыжок но будет ли он так же прекрасен в нашем спа-комплексе? можно? можно было больно! исполнение чистенькое, не придраться и да, Артем всего на 1 балл опережал Леху поэтому совсем скоро решится судьба кто же пойдет на болевое испытание? чуть-чуть все-таки не дошел хотелось вот прям вынести ноги, чтобы вот до конца оно хорошо получилось но в целом очень качественный и чистый, главное, прыжок носочки, посмотрите, на повторе прям натянуты класс! ну что, будем подводить итоги? всегда готов, как Гагарин и Ситов выбор невелик и Лехе достался самый специфичный прыжок ласточка под себя честно говоря, мне уже страшно как он будет это делать у нас на вышке? Леха, я болею! все готовы? все готовы? я просто болею вообще-то это полная жесть Леха так испугался и забыл, что у нас неглубокий бассейн и начал делать нормальный прыжок вниз головой и только уже в полете вспомнил, что всего метр глубины это было очень страшно, все реально в шоке похоже, что именно его ждет дополнительный болевой прыжок сейчас узнаем ставлю полтора, потому что он напугал судью оценивается такой прыжок из двух баллов реально я думал, что сейчас собирается просто головой в дно войти я в ужасе был, в шоке надеюсь, сегодня больше такого не повторится ну что, пришло время для наказания победил у нас Матвей и он становится первым чемпионом, не побоюсь этого слова, мира по прыжкам в воду в каркасный бассейн а вот Алексею сейчас предстоит выполнить болевое наказание чтобы не забывал, что нельзя прыгать вниз головой в такой бассейн и кстати, давайте 60 тысяч лайков и мы делаем продолжение с более сложными прыжками ну что, каково это проигрывать? ну что ж, все честно, я набрал месяц всех баллов поэтому я должен выполнить штрафной прыжок ласточку вперед в исполнении спайдер-мэма я готов Леха, красава! ну что, друзья, вот такой у нас получился эмоциональный финал победитель Матвей забирает свой приз огромный ему респект ну и не забывайте подписываться на канал 60 тысяч лайков и мы делаем следующее видео продолжение с более сложными прыжками и более крутыми эмоциями до скорой встречи! Всем пока! уау!!! ууу! ууу! Субтитры сделал DimaTorzok